Привет, Ээтребуарда! На одном из моих последних стримов мой подписчик Рузгейм Через донатик, за что ему огромное спасибо Попросил меня посмотреть очередной ролик у Чака Который называется Как убили студию «Блюскай» И, насколько я понимаю, этот видос вышел до того, когда «Блюскай» вообще закрыли Потому что, насколько я помню, она принадлежало «Фоксам» А «Фоксы» купили «Дисней» И «Дисней» вот совсем недавно, ну, меньше, наверное, года назад Объявили о том, что «Блюскай» вообще закрывается Штат расформировывается Ну и понятно, что все, ее вот явно грохнули По-моему, этот ролик выходил до этого Но если честно, я не помню Напишите в комментариях, прав я или нет Вот, и я тут смотрю на этот На превьющику Вижу сразу чувака из мультфильма И понимаю, что у меня разыгралась Прямо сразу ностальгия Этот мультик я прям безумно любил в детстве еще Очень классный Играл в игру по нему Но я до конца не прошел, застрял на каком-то моменте Может быть даже с вами поиграем как-нибудь на стримах Напишите, как вам такая идея Ширек, может, мы недавно проходили Может быть и о роботов тоже пройдем Но прежде чем начать смотреть видосиан, друзья Не забывайте подписываться на телеграм-канал На вас, на яндекс.зн, на группу ВКонтакте Ссылочки все будут в описании Теперь погнали посмотрим видосик Уверен, будет офигенно, как обычно Поехали! Милычак Темные времена настали Дисней закрыли студию Блю Скай А, нет, все-таки я был не прав Оказывается, этот видос вышел как раз в тот момент Когда объявили о закрытии Хотя, я что-то думал, что его закрыли Но в конце прошлого года Ролик вышел в феврале прошлого года Ладно, ладно Тогда я забираю свои слова обратно Ролик вышел прям Да, тогда, когда и убили Тех самых ребят, которые подарили нам ледниковый период Всю команду распустили и выкинули на мороз А этого бы не случилось, будь их последней работой шедевральными Согласен полностью Жаль, они не подкачали свои скиллы сценариста Благодаря онлайн-университету Ну я так и думал, что это подводка Я прям не знаю, я вот вижу этого чувака И у меня прям мурашки по коже Как будто бы на стальге Я не знаю, почему тебе холодно Ты стоишь на зеленке Тот самый орешек Желуд, желуд Мы-то мыло, Блюскай Они плохо так сделали Здорово Блюскай удивительная студия, чей взлет произошел так же быстро, как и падение Не успел скрыть, чихнуть, как Дисней Закрыли студию, сочтя ее убыточный И именно поэтому Не, на самом деле, чихнуть-то мы успели Потому что, как бы, Дисней купили Фоксов, когда Года 3-4 назад, да? Я наше такое, насколько я помню Ну, примерно Закрыли учреждение, как и лет Думаю, сегодня я предлагаю окунуться в историю этой замечательной студии Давай, давай Тем самым почти в ее память Давай А началось все с парня по имени Крис Уэйдж С 12 лет он грезил анимацией Затем увлекся художественной компьютерной графикой Устроился в кам... Какая-то дичь Парня, которая производила программное обеспечение Позволяющее воспроизводить законы физики для измерения ядерных лучей Позже парни подключили работать Ого, а это же Трон? Над Троном 82-го года Подожди, а сколько ему лет? На фотке выглядел он не очень старым А если его подключили к Трону еще в 82-м году Ну, это минимум лет 20 уже было тогда Потому что рабочих ресурсов требовалось много Параллельно он преподавал анимацию в школе визуальных искусств в Нью-Йорке Где он познакомился со своим будущим другом и партнером Карлосом Салданой И будучи перспективными парнями В феврале 1987-го года Ребята создали Blue Sky Да ладно, Blue Sky настолько старая Я думал, она младше, чем DreamWorks, наверное Та же самая, например Потому что DreamWorks в 90-х, насколько я помню, появилась Компания занималась преимущественно рекламой Анимация, реклама лекарств, снеков и даже первые рем... Ой, смотрите, они такие маленькие Тут миленькие, желтенькие Он у нас у меня такой малыш-карапуз И трехмерных ММДМС В середине 90-х Blue Sky расширились И стали собственностью студии Fox В итоге... Расширились и их купе И команда Уэйджа и Салдана Успешно приложили руку к созданию Чужого-4, Стартрека, Бойцовского клуба И многих других радостей жизни А что, в Бойцовском клубе как-то много было графики Я просто его не смотрел, поэтому не знаю На самом деле я ничего из этого не смотрел Стартрек смотрел только новый В тот момент команда решила идти дальше И в 1998-м они решили продемонстрировать свои способности На примере демонстрационной короткометражки Так и родилась прелесть под названием Банни Отлично... Банни? Я Банни вошь... Отличная работа на самом деле Она повествует... Ой, какой-то упоротый Банни ...дома пожилой вдове-кральчихи Который гоняется по кухне за назойливой молью Далее происходит метафоричное переселение душ И оказывается, моль была реинкарнацией погибшего мужа Потрясающая и печальная Куда она полезла? Я же даже всплакнул А для 98-го года... О, и она превратилась в моль, да? Вот это так вообще выглядит суперски Анимация... Не знаю, по-моему, она выглядит крипово Серьезно... Серьезно... Носы и в целом пластика Кральчихи передают теплый привет белке Скрету И начало было... А-а-а, кстати, похоже Положено Это был успех Работа получает Оскар в категории Лучший короткометражный анимационный фильм И... Я не знаю, но может быть, если я посмотрю Я как-то проникнусь, но я вот сейчас смотрю на эту графику И что-то мне как-то немножко крипово даже становится Понеслось Команда решила пойти еще дальше Уэйдж, продюсер Лори Форте И анимационный руководитель Карлос Салдана Решили в конце 90-х Представить Фоксам концепт ледникового периода И тут понеслось Так Все-таки ледниковый период был первым самым мультиком, да? Ледниковый... Ну, полнометражный Подразделения Фокс Анимэшн Студиос Давно хотели оживить доисторический ледниковый мир И сделать из мамонтов и тигров своих маскотов Мультик должен был... Не получилось В 2D на успех Банни позволил рискнуть И хлопнуть полнометражный трехмерный хит Стоимостью 59 миллионов долларов Ну, это на самом деле прям очень мало В общей сложности над мультфильмом работало более 9 авторов сценария И в первую очередь была задача превратить серьезную драмедию В комедиоположение из... Есть честно, я когда слышу, что слишком много сценаристов Мне кажется, это наоборот плохо Потому что, ну, как бы... Каждый может тянуть одеяло на себя Получится какая-нибудь рваная херня С странным сюжетом Кажется, лучше, когда один сценарист Либо, ну, максимум два Ну, и после него могут, например, какие-нибудь люди перепроверить И там подсказать Типа, вот это лучше здесь поставить, лучше вот здесь А когда их много, ну, это как-то немного странно Из-за чего один из авторов сценария Майкл Берг Говорил, что не может написать обычный детский фильм И без драмы в ледниковом периоде никак На что студия ответила Отлично, просто напишите нам хороший рассказ Того же сценарист Фейл Уилсон внес свою лепту Так его дочери пришла в голову идея нарисовать помесь белки и крысы Так и получился скрайт Нифига себе, серьезно? Ха-ха, маленькая девочка нарисовала скрета Которая просто поехала на своем желуде Крис Уэдж самолично озвучил белку И накряхтелся на славу Дети-сознатели были постоянными гостями в студии И даже наскальное рису... Блин, жалко, он не показал, как он озвучил Я бы послушал уже Пути из финальных титров Это художество всей малышни Которая тусовалась с родителями поблизости Слушай, это, блин, так мило на самом деле, а Это чувствуется, что... Семейная такая работа Уложили душу Несмотря на то, что, разумеется, фоксы были готовы к кассовому провалу И были настроены скептически Ну, в любом случае, хотя бы они дали зеленый свет И девушек дали Поэтому уже им огромное спасибо за это Ну вот, премьера состоялась И нашли, козарила эта хитрожопая белка Мне нравится, как первая часть мультфильма Нас обманывает, перекидывая от одного героя к другим По сути, это такой кликбейт Который должен нас зацепить с первых минут И это здорово Причем, на самом деле, эпизод и вовсе был добавлен Только ради того, чтобы показать технические возможности студии И визуализировать снег Потому что иначе Первая демонстрация снега и льда Состоялась бы только на сороковой минуте Нифига себе Ледниковый период без снега почти, да? Обманывать зрителя не очень круто Ступление восхитительное Оно цепляющее, немое, минималистичное И задает темп всему Я, на самом деле, очень давно смотрел Ледниковый период И немножко плохо его помню Но помню, что тогда он мне понравился Вторую часть я еще вроде смотрел точно Третью, насколько помню Не помню Ну, по-моему, смотрел А вот четвертую, пятую уже явно нет Далее мы знакомимся с главными героями И они также потрясающе контрастируют между собой Мэнни одинокий, тучный здоровяк Идущий против того Было бы странно, если бы он был не тучным Лупый, буквально и фигурально Сид полная противоположность Все проспал и вляпался в говно Мы сразу понимаем, с кем имеем дело Кстати, изначально этот малый был большим говнюком Он постоянно хитрил Плюс у него была девушка Сильвия Если бы его нарисовали, как на предыдущем рисунке слева Было бы не очень круто, потому что это какой-то там грубоватый Которая его любила и бегала за ним хвостиком А тот постоянно ее скипал и динамил Правда, с симбиозой, со спорной внешностью и паршивым характером Выходил полный кретин Поэтому Сильвию вырезали и правильно сделали А далее перед нами разворачивали Откуда это ее лицо? Это что, какие-то тестовые были съемки Их просто слили? Не съемки, точнее рисунки Простой, но рабочий конфликт Три абсолютно разных взрослых мужика Должны присмирить ребенка и доставить его из точки А в точку Б Ну это прям такой типичный, на самом деле, сюжет Как минимум два фильма я таких где-то слышал Один, не помню какой А второй, я помню, Джеки Шана был Но я его не смотрел Ведь можно понять, почему тигры хотят перебить людей Ведь те, в свою очередь, перебили тигров И поднимается тема круговорота жестокости По сути, главные герои помогают своим же потенциальным убийцам Ледниковый период не стесняется поднимать такие щепетильные темы Плюс, в отличии от последующих сиквелов Оригинал умеет на мгновение замолчать и побыть со своим зрителем в тишине Это на самом деле, мне кажется, прям очень нужно Дорогого стоит Потому что если будет экшн постоянно А тебе, ты им переносишь себя такой Я устал, можно, пожалуйста, немножечко паузу, а то щас засну Даже прощание матери с сыном такое тихое Загадочное и приглушенное А закаты розово-цветовая гамма наполняет Ребенок, кстати, официально зовут Рошан Да ладно Рошан Пиздите Я этого потом вырез В эту херню, которая в доте появляется Сделали мем Молан страшный и мерзкий, как атомная война Замочите его А вы бы хотели шлёпнуть Рошану по роже, а? Каждый раз, когда играю в дотах, шлёпаю. В общем, гуляет наш ги... Я вот, если честно, не понял, почему все остальные смеялись над именем. Я-то дотер, да, иногда играю, точнее, в неё, поэтому мне... Мне это прикольно. А вот, что остальные в нём увидели странного, я не понял. Герой по заснеженным просторам с Рошаном наперевес. И это тихое и умеренное приключение, ведь на кону нет глобальной катастрофы или спасения мира. Кстати, во льдах мы увидели отсылки на все будущие части. Рыбки, динозавры, летающая тарелка. Кто ж знал, во что выльются все эти отсылочки? Кто ж знал, что это реально будет, да? Нет, предыстория Мэнни в виде насквальных рисунков ужасает и восхищает одновременно. Мольфильм способен вышибить из тебя слезу и не раз. Ведь несмотря на всю показанную жестокость людей, звери всё равно хотели вернуть им ребёнка. Эта дуальность очень ярко выражена. Ну как бы, ребёнок-то не виноват, что делали его предки, да? В ледниковом периоде. Круговорот добра в природе никто не отменял. И как же мне перестать реветь? Возвращение Диего, это так трогательно. Ледниковый период осизаем. Надо пересмотреть. Это у меня что-то сейчас реально на глазах слёзы наворачиваются. Хотя я не помню его практически. Для накамерных событий ты чувствуешь их важность. Ты ощущаешь вес персонажей и что они могут погибнуть. Это всё разбавляется отличной анимацией, потрясающей музыкой и умеренным юмором. Ледниковый период был и остаётся одним из любимейших для меня мультфильмов. И я скажу yes. Мой первый DVD-диск, между прочим. Да, а у меня на первом DVD-диске был из мультиков «Поисках Немо» и «Подводная братва». Ещё там были два фильма. Не знаю, зачем вам эта информация. Я тоже не знаю, зачем я это вам сказал. Мультфильм срывает куш. Почти 400 миллионов сборов. Номинация на Оскар. Скрэд стал народным любимцем. Обрёл свою краткометражку и поезд хайпа поехал. Блюз Кай Студио стали расцветать. Это абсолютно заслужено. Сразу после первого фильма. Офигеть, да? Согласен. Пока заслужено. Роботы. О, блин, обожаю его. Разумеется, сиквел «Ледникового периода» пошёл в производство. Это нифига себе. Через три года после «Ледникового периода» только выпустили второй мультик. Что-то как-то слишком долго. Но также дало возможность реализовывать сторонние проекты. Фоксу дали добро и выделили 75 миллионов долларов на мультик. Ну, это всё равно маловато как-то. Фильм «Мюзикл» в стиле 30-х годов. Пожди, там разве был мюзикл? Что, я офигеть, я не помню. Песнями и танцами. Правда, по пути создания что-то пошло не так, и почти все песни были удалены. А, ну всё, тогда понятно, потому что я не помню там песен. Вообще не помню. Хотя концепт всё равно был рабочим. Уэйдж салданы хотели сделать новаторский мир, населённый одними машинами. И это должен был быть креативный разноцветный футуризм, да ещё и от создателей ледникового периода. И они нас не обманывают, креатив лезет отовсюду. В детстве у меня мультфильм... Что-то у меня прям мурахи по коже побежали, надо бы пересмотреть офигенный мультик. Люблю его. Очень нравился. Я даже занимался хуманизацией и гадал, кто бы из голливудских актёров мог бы сыграть того или иного робота. У меня были странные развлечения. Да ладно, нормальные вроде развлечения. Правда, я таким никогда не страдал. 10 лет. По факту у нас классическая история мечтателя-неудачника, который приехал из своего морковного городка покорять мегаполис. История линейная, но приятная, поскольку роботы стараются выстроить свой механический лор и чувствуется большой бюджет. Сам же родни не рж... Я не знаю, почему мне он так сильно нравится. Возможно, из-за того, что показывают нам что-то новое. Вот, например, тот же самый Ледниковый период, но как бы... Про Ледниковый период мы все прекрасно знаем. Мы знаем то, что он был, и он был. А здесь это что-то фантастическое. Мир, который населяет только роботы. Это, по-моему... Это прям очень классно. Жовейкин, приятный парень, ставлю лайк. И до сих пор не понимаю, что ему там выбили молотком в начале мультфильма. Надо пересмотреть него музыку. Даже несостоятельную семью смогли креативно показать с этими подержанными деталями. Ну и на контрасте разгоняется социальный препон, поднимающий вопрос ямы между богатыми и бедными. А все из-за злых корпораций, когда офисные акулы топят за бабки, а не за идею. Смотрите, бууу, страшные роботы. А, вот и, слушайте, песенка прикольная. Ну это смешно на самом деле. Роботы вообще... Вот эта штука выглядит прям очень страшно, как будто бы какой-то трансформер. Я не в состоянии смешить. Меня до сих пор пробивает на хахайку с мамки роботы с огромной жопой, которая громко пергит. Ха-ха. Финг решит тем, что имеет уйму невзрачных, неспешных и клишированных персонажей. Но зато имеет неплохие шутки и позволяет словить эстетический кайф со сцены с домино. Такая бессмысленная, но такая веселая и креативная. Для этого эпизода вообще разработали спецпрограмму моделирования. Все ради приколюх. Ой, блин, какая красота. При своем простом, как пять копеек, сюжете роботы отрываются, и это видно. Смотрите, как на дудках зажигают при финале, когда ужасная и злая корпорация была побеждена. Ну, прикольно. Денег теперь ни у кого не будет, потому что работы не дают. У роботов есть обаяние нулевых, но ты понимаешь, что всему виной ностальгия, и вы... Ну, может быть, да, может из-за ностальгии, я сейчас, наверное, пересмотрю, мне будет меньше понравиться, но пока что я помню, что у меня мультик прям дико заходил. Эти роботы сейчас, они бы потерялись в пучине однотипных проектов. Но для работы 15-летней давности это стильно. Уже 17 лет. Ярко и мило, скажу свое нержавеющее ЕС. Мультфиль собирает в про... Вот надо, надо бы его как-нибудь пересмотреть, и напишите в комментариях, как вам такая идея, чтобы как-нибудь на стриме перепройти игру. Точнее, пройти ее до конца, потому что я ее не прошел в свое время. Пишите в комментиках. Надеюсь, она вообще пойдет, потому что многие старые игры даже не хотят запускаться. Катя, 260 миллионов долларов бюджета. Ну, неплохо на самом деле. Ну, типа, мало, конечно, но хотя бы бюджет. Бивает, но суперхитом не становится. Идеи для сиквелов канули в лету. Это жалко. Мне кажется, сделать можно было там много чего, потому что все-таки фантастика. Они там вообще-то даже в космос могли улететь и найти землю с людьми, например. Пускай не отчаивались, ведь на пороге ошивался сиквел ледникового периода, который должен был всех расшатать. Так. Ледниковый период 2. Глобальное потепление. Ну, это было ожидаемо. Ледниковый период имел потенциал долгоиграющей франшизы, поэтому на сиквел выделили уже 80 миллионов долларов. Ну, все равно маловато, прям копейки. Ну, понесло. Ладно, конечно, не копейки, много денег, но для большого какого-то проекта это мало. Режиссером вновь выступил Карлос Салдана, в то время как Крис Уэльдж решил остаться продюсером и куратором студии франшизы в частности. Создатели решили совершить технологический шаг вперед и перерисовали всех героев с нуля на... На самом деле, вот, выглядят в модельке здесь гораздо лучше. Мне, по крайней мере, так кажется, потому что предыдущая часть, первая, выглядит, ну, как по мне, в данный момент времени немножечко дешево. В новых движках, дабы они стали еще более приятными и плюшевыми. Уже с первых кадров видно улучшенное качество картинки. Заняцискрепт стала еще более меховой, как и в целом, он стал более контрастным и вылизанным. Название не врет, и потепление действительно стало глобальным. Создатели попытались преумножить все достоинства на два. Если первая часть была тихой и камерной историей о становлении великой дружбы не менее великой троицы, то в сиквеле на кону жизнь всего живого, потому что их затопит чертям собачьим и за... Просто переселитесь, куда иметь побольше. До глобального потепления, ведь они находятся в ледяной чаше. А на фоне катастрофы авторы решили усилить драму Мэнни, отчаянно намекая, насколько он одинок. Благо, в итоге... Там они как бы все одиноки, вам так не кажется? Почему именно только его драму надо было повысить? В итоге нашлась подружка. Элли приятная и милая, что сложно сказать об этих мерзких, оручих апоссумах. Ха-ха-ха-ха, это да! Ну, авторы явно хотели развлечь карапузов. Но, с другой стороны, у нас и так есть скрет, которому подарили... Ну, скрета там все-таки мало было, он на главный сюжет, насколько я помню, не влияет практически, поэтому надо было еще в сам сюжет вплести каких-нибудь бесячих персонажей. Гораздо больше экранного времени, что сиквел отнюдь не испортило. Но все-таки этих ребят можно перетерпеть, даже Диего с них забавно бесился. А далее разворачивается очень интересный конфликт, ведь Элли была найдена и выращена этими грызунами. Они выглядят, как будто бы гораздо младше ее. Из-за чего она сама же стала ассоци... А, этой мамашей... ...собирать себя с апоссумом. А Мэнни на протяжении всего мультфильма регулярно наезжал на нее, ведь она мамонт. Минуточку, а чё ты не уважаешь ее самоидентификацию? Нет, тогда-то это еще нормально было, это как бы последние сколько, лет десять, наверное, такое пошло. А может, ей комфортно быть в теле мамонта? Ну как, я не знаю, пусть сделает операцию, станет из вот такого, вот такой. Ну, я сомневаюсь, что у нее это получится. Да, да еще эти подкаты. Самая большая попа, какую я видел. Не прошло и пяти минут, как... Я думаю, в реальной жизни дама бы тебе за это дала по лицу. Он же стал навекать на секс, еще сказал, что у нее жопа большая. Предлагаю отменить Мэнни. Мы пишем в Твиттере хэштег Мэнни Абьюзер, долой угнетателей. В целом, вторая часть отличается от оригинала. Это фильм Катастрофа в мультяшном обличии, что как минимум необычно. Ты че... Только в фильме Катастрофы я не помню, чтобы были какие-то смешные моменты обычно, которые я смотрел. А последний раз в фильме Катастрофы я смотрел, наверное, 2012. После что-то как-то... А, нет, еще разлом Сан-Андрес, по-моему. Пустуешь нарастающий накал событий и надвигающийся стихию. И в этот раз герои спасают свои шкуры, а не чужие. У сиквела красивые пейзажи, еще более приятные анимации и прекрасные музы... Ха-ха-ха-ха, бедняк. Музыкальные номера, которые появляются все так же внезапно и без контекста. От танца ленивцев я воп... Чуваки, че-то как-то слишком болтаем мы долго. Давайте споем. Вообще в восторге. Эта штука вообще завирусилась в ТикТоке, а про вкусный обед тоже... Че-то как-то странно, по-моему. Классная. Все герои прошли через какие-то арки. Мэнни нашел семью, Сид понял, что можно танцевать, Диего надрал задницу в воде, что очень мило, да? Нифига себе, зачем? Бедная вода, она же тебе ничего не сделала. Искрэд погиб и в рай попался, немного криповая. А потом, наверное, опять возродился. Наконец Гэга Орн и Оралова! Мне нравится продолжение, пусть оно стало более коммерческим. Но такая коммерция имеет право на существование. Это да. И я говорю о второй части ЕС. Продолжение. Если там есть хоть какая-то душа, тогда она будет, конечно же, иметь право на существование. Собирает уже 660 миллионов. Разрастается мерчем, одноименной компьютерной игрой и, разумеется, Триквилом. Но параллельно работ продолжал кипеть и над сторонними проектами. Так. Хортон. Вот не клеит. Помню я про этот мульт, но я его не смотрел. С углевуда экранизация сказок доктора Сьюса. Но Блю Скай и режиссер Стив Мартино решились на интерпретацию истории... А какие сказки у него еще были? Напишите в комментариях. Хортон слышит ктошек за 85 миллионов долларов. Тыкащик. Ктошек? Что? С озвучкой Джима Керри и Стива Карла. О, неплохо. Что-то здесь на Карла он, кстати, похож. История о шизофрении слоне, который услышал в одуванчике целый город, населенный существами ктошками. Это же не аллегория на богу и религию, да? Мультфильм получился любопытным. Нифига себе, этот чувак на гринча похож. Поначалу Хортон может показаться кривляющимся и раздражающим чудаком. Ну и так оно и есть. Вне контекста я по... Тебе кажется? Нет, тебе не кажется. Я подумал, что у этого парня есть проблема и держался бы от него подальше. Но за этим прячется... Я поэтому и держусь от него подальше, не смотрелось бы. Это мораль, что иногда и к чудакам надо прислушиваться, несмотря на то, что весь его внешний вид намекает об аббарат. Картина старается отдавать дань уважения доктора Сьюса. Это тебе, это кто? Анимация повторяет стиль из детских книжек. Кадровый голос говорит стихами. Вкрапления 2D анимации. И даже аниме занесли. О, вот это вот выглядит забавно. Ну и город в одуванчике, это, конечно, мощно. Мультфильм рассказывает нам о безумце, который идет против толпы. И что мамаши с гиперопекой порой могут наворотить делов. Хотя ее... Порой? По-моему, частенько. Спасения за детей мне понятны. Я бы тоже обходил Хортона стороной. Он милый, придурковатый, нелепый. Но все равно персонажем мечты назвать мне его сложно. Мораль. Уважайте душевнобольных? Ну и... И, конечно же, геноцид это плохо. Это ж сколько в детстве я перебил... А, я, кстати, вот эту вот желтую штуку где-то видел, спрашивал, откуда она. Мне люди писали. Только я уже забыл, в каком ролике я видел. Кто же, ксдувая одуванчики? О, боже. Для меня мультфильм спорный. А почему одуванчик розовый? Много раздражает главный герой. Мне не нравится цветовая гамма мультфильма. Задний план какой-то мертвый. Как и излишнее количество отсылок на поп-культуру немного утомляет. Чувствуется какая-то несклепистость. Хотя они отрицают, что были вложены старания. И рискну назвать Хортона лучшей экранизацией сказок доктора Сьюза. Чего он еще написал? Я не помню. Не знаю. В частности, есть резон посмотреть в оригинале, чтобы услышать голоса Карла и Керри. Ну и типа услышу, я и хочу. Но я все равно нихрена не пойму, я английский не знаю. Думаю, всяко лучше, чем Батрудиновы и Александра Ревы, а я... Ладно, я лучше буду смотреть в оригинале. Я скажу ему фильму, мэйби. Это что, серьезно? Ревы и Батрудинов озвучивали? Ну нафига? Бокс-офис не дотянул даже до 300 миллионов долларов, поэтому никакой мега-франшизы не случилось. Но блюзка не отчаивались, ведь надо было продолжать ледниковую франшизу. Что-то у них ледниковый период, что-то другое. Ледниковый период, что-то другое. Ледниковый период, а дальше... Ледниковый период 3, эр динозавров. Поезд уже не остановить, но примечательно, что бюджет до сих пор не такие исполинские. Цель была проста, завлечь народ кинотеатра яркой картинкой и приучить... И чтобы люди потом покупали мерчагу. ...краски эпик, назвав мультфильм «Ледниковый период. Новое начало». Причем была установка, что третья часть будет финалом франшизы. Новое начало, но финал. Это как-то странно. Авторы решили вдохновиться своей короткометражкой «Не время для орехов», где скрет в машине времени влетел в мир динозавров и понеслось. Оказывается, что под героями был целый мир рептилий, и это очень... Нет, наверное, все-таки третью часть я не смотрел. По крайней мере, я ее не помню. Странный концепт, потому что изначально... А может, я смотрел? Но... Ладно, неважно. Первые две я сто процентов смотрел, а уж про третью не помню. Во время производства оригинала, Крис Уэдж говорил, что динозавры не должны были существовать ни в каком виде. Максимум, ледяная фигура в пещере. Но за семь лет многое поменялось. Вот как ты... Конечно, надо же развивать франшизу. Новых идей нету, поэтому давайте сделаем динозавров. Все-таки «Ледниковый период». А они, правда, тогда сдохли все? Импровизировать. Динозавры ход кликбейтный позволил открыть новые горизонты аниматорам, выдумывая яркие, необычные джунгли. А я, конечно, если вдуматься, то все-таки идея абсурдна. Авторы параллельно запихали героям множество проблем. Элли беременна, у Мэни гиперопека, и он окончательно... А теперь это он попался с гиперопекой, да? Я превратился в идиота из подростковых комедий. У парней не принято обсуждать свои проблемы. Мы просто хлопаем друг друга по плечу. А потом мы сразу стали мужиками с гиперопекой, да? Чувствовать себя старым, а с Крету завезли подружку. И последняя одна из самых интересных линий. Белочка-милашка. И поднятие вопроса, что все-таки выше, любовь друг к другу или к желудю, порождать... Вот наглая, а? ...своего рода интригу. Их раз преувлекательный, правда, это вступление вообще не задает тон, что странно. Ведь изначально нам должны были показать совершенно иной тематический пролог. Но по итогу из-за своей тупости в этом подземном царстве оказался Сид. Ну и друзья отправились его спасать вместе с забавным кривлякой лаской. Нет, вот этого чувака я точно помню. Я фильм, мультик с ним смотрел, но я не помню третью часть абсолютно. Если первые две помню, я это не помню. Меня здесь удивляет только то, что Мэнни так оберегает Элли. Прям пылинки с нее сдувает, но при этом позволяет ей идти вниз. Он! Каблук! Неизведанные и ультраопасные джунгли, кишащие мост. Ну а чё он сделает? Типа, если ты пойдешь, ты, она точно пойдет. А если не пойдешь, ты пойдет она, так мне тоже придется идти. Как ты ее никак не остановишь? Ты мне будучи беременной. Я, конечно, не подстрекаю, но папаша ты так себе. Да вы нормальный он, че-то... Не будет же он против нее идти, она его... ...отвинет. Я хотел защитить тебя от всего, а затащил в самое опасное место на земле. Ну, блин, куда деваться? Бывает. В точку. Но Триквилл смог завести креатива. У приключений есть конечная цель и чувствуется вайп опасности. История в меру смешная, не пошлая и даже опоссумы, изображающие пающих барондуков, не отталкивают. Это динамичное развлекательное приключение, где все по итогу спасаются. Элли рожают, все осознают ценность друг друга, явление мира у малышки выглядело как красивое и полезное завершение трилогии. Пусть Крэть все же довольно жестоко сбежал от подружки. Ну и правильно сделал, пошло. Не надо почувствовать. Это вот тот случай, когда вот еще один глоток и будет перенасыщение, но этого глотка не случилось. А потом случилось. Прям идеальный баланс, которому хочется сказать ЕСНОХА. Потом случилось аж целых два раза. Пока сказал студия. Третья часть собирает 888 миллионов долларов. Нифига себе, неплохо. Почти ляр. Я так просто не собирался говорить героям пока. Естественно, после такого явно никто не скажет им пока. Имели наполеоновские планы на франшизу и в целом были на своем пике. Доходы стали приходить исполинские. На горизонте маячили перспективы новых франшиз. Они даже сделали обновленную анимацию к интро 20 век Фокса в честь 75-летия студии. Ребята были... А, это они сделали блюз. На коне, ну это была пиковая точка. Дальше только спад. Это плохо. Ну что, это всего 4 мультика что ли? Подождите, 5 мультиков. И потом спад. Как-то слишком быстро они сдулись. Рио. Запах. Знаю про этот мульт, но не смотрел. По новым потенциальным хитом. Причем который будет очень аутентично контрастировать с холодным ледниковым периодом. Ведь мы переезжаем в жаркое Рио-де-Жанейро. Карлос Салдания сам родом из Бразилии. Поэтому для него было большой честью срежиссировать этот мультфильм. Так еще сбежать 90 миллионов долларов. Сюжет был у Карлоса на ладони. Но все равно мало. Все, что меньше 100, это мало. Он предлагал Крису Уэйджу историю о пингвине, который случайно попал в Рио. И должен был там приспосабливаться. Но пусть... Бедный пингвин, мне кажется, что там сдохнет быстро. В течение успеха пингвинов из Мадагаскара и диалоги «Делай ноги» ребята решили не повторяться. Ну да, что-то сейчас как-то много пингвинов. Цель пингвина превратили в голубую ару по имени Голубчик. Мультфильм... Что? Голубчик? Это же, блин, попугай, а не голубь. Прямо с первых кадров заряжать нас вайбом праздника и позитива. Поскольку песня о Рио замечательная. Прямо сразу задает с темпа настроение. Смотреть на любовь Голубчика и его хозяйки само очарование. Он такой приятный домосед, что прям хочется почесать этого пронырова. Выясняется, что голубые попугаи вид вымирающий. Поэтому парочка без раздумий решилась рвануть в Рио, возрождать популяцию. Каким образом? С кем-нибудь его спарить, что ли, побыстрее? Странно для домоседов. И далее вырисовывается конфликт, когда милый интроверт Мямля должен намеренно стать самцом и подкатить к самочке. Отсюда вылезает множество интересных шутчиков. Хотя, конечно, это всё сведётся к классическому исходу, что герои влюбятся друг в друга. Ну, естественно, как же иначе? И голубчик научится летать. Единственное... А, он не умел? Какая-то странная птица, не умеющая это. Странное в этом мультфильме показано то, что все жители Рио какие-то клишированные энергайзеры, которые только и делают, что грезят карнавалом и танцуют. Но это везде так, по-моему. КОНЯ! Куриные сердечки? КЛОМБАНА! Ну... Чё, очки стали чёрные? Чё, что сам Салдан из Бразилии, то предъявлять ему мы не можем, поэтому сойдёт. Сюжет? Он так видит, он этот, как-то, творец. Триудит довольно предсказуемый, но способен отличиться ярким дуэтом нашей пернаты парочки, классными песнями и ярчайшими красками. Каким бы местами клишированным он не был, эта работа способна поднять настроение, особенно, когда речь идёт о таких холодных и морозных днях, как сейчас. И я скажу, ес! Ну, не знаю, вот его у меня чё-то, как-как бы, нет большого желания смотреть. Верю, что хороший мультфильм, но... Есть гораздо более интересные для меня проекты. Пересобирать 480 миллионов долларов смог удовлетворить студию и пустить на рельсы потенциальную франшизу, а другая франшиза и не думала останавливаться. А чё, был Рио 2, что ли? Летниковый период 4. Ну, реально, сначала летниковый период, что-то другое, летниковый период, что-то другое, и так далее. Континентарный дрейф. Всё, мы на гиблой гильотине. Типа, ура! Уидж вовсю занимается сторонним проектом, Салдана погрузился в мир Рио, и курирует франшизу стал Стив Мартино, режиссёр Хортона. Бюджет выделили 95 миллионов, крутили Дженнифер Лопес с Питером Динклейджем и понеслось. Так, подожди, а кем они там... Кого они там... Гуляли слухи, что авторы хотели дальше следовать короткометражке «Не время для орехов». И действие должно было происходить в наши дни, когда герои стали музейными экспонатами. И что ж тогда было бы, я не понял. Крат их размораживает, и дальше начинаются приключения. В смысле, размораживает, там только эти же... Внешная оболочка, внутренности там все вынули. Какое... Что? ...в нашем времени. Но в итоге решили придумать новый катаклизм всемирного масштаба, а именно континентальный дрейф, и решили делать ставку именно на... А, а, когда появились континенты? Ладно. ...морском приключении. Но каким бы это приключение не было, при просмотре четвёртой части ты отчётливо понимаешь, что трёх фильмов было достаточно. Из первого появления Скрата приходит озарение, что он начинает раздражать. Он прошёл из-за... Ну, не знаю, я его всё равно до сих пор... Ну, не люблю, конечно, но он мне нравится, но, возможно, если ты смотришь уже четвёртую часть, то, да, наверное, раздражает. ...польцевал свою арку. Дальше просто топтание на месте. И даже визги эти надоели. Каким бы абсурдным вы бы не сделали это вступление. Ну, вот серьёзно, это уже шитьюнс какой-то. Скрат в ядре земли, в космосе, сфинксы с его лицом, хэштег перебор. Короче, пик у нас теперь как греческий бог, который веет в смерть и разрушение на своём пути. Земные плиты раздвигаются, но всё равно на первом плане создатели умудряются вывести классический сюжет, как Мэнни докапывает дочь и не отпускает её гулять с мальчиком. Ну, ёлку. Куда он её отпустит? Как бы дома больше нет. Он разделился на несколько частей. Сейчас она уйдёт и останется там. Не, нельзя её отпускать. Ой, Палы, только закадрового смеха не хватает. Это слишком заезженные проблемы. И что... Это да. Действительно, авторы сделали мудро, так это разделили персонажей, потому что их стало очень много. А почему оригинальная троица пог... Ну, вот видишь, отпустил, например, погулять, да, и всё, теперь разделился. ...гнала дрифтить по волнам океана, а женская часть вместе с опоссумами и... А, ушли. Ну и хрен с ней. Кратишкой шли к точке спасения, попутно разгребая все эти подростковые страдания. В этот раз подружку решили подарить Диего, который на протяжении всего мультика разгоняли интригу на пустом месте. Я, кстати, не видел его подружку вообще никогда ни в каких кадрах. Заваливайся к нам! Не завалюсь. Заваливайся! Ну ладно. Хотя сам... Быстро же тебя убедили! ...прикольная, как и бабушка Сина. Чего не скажешь о пиратах. Это высосанные из пальцетеропыги на полноценных злодеев не тянут. А слушать в дубляже визги Ивана Охлобыстина вообще очков не приносит. Я, честно, вообще терпеть не могу голос Ивана Охлобыстина, но у хомо, как говорится, да? Никаких претензий. Но, не знаю, мне не нравится. Мамонты два тигра против обезьяны. Да вы шутите. Так вот где-то проведет нас к осточертевшей морали о ценности семьи, то сё, пятое-десятое. Этот мультфильм не способен вообще ничем удивить, но пробить по испалмам рук тоже не хочется. Разве что... Ну, слава богу, хотя бы лоб останется целым. Что злоключение с края-то вызывает много вопросов. Хочется просто поставить на паузу и проорать Стоп, братан! Просто не двигайся! И ничего не произойдет! Да, по-моему, если он здесь будет не двигаться, то явно что-то произойдет. Он сдохнет! Вот ведь теперь от любого движения Белки происходит катастрофа вселенского масштаба. Это нормально, что в конце этот пушистый кретин устроил повальный геноцид своего народа? Серьезно? Имбицирован. Он просто слил их унитаз. По вашему, это нормально? То есть как бы семейные ценности на фоне массового убийства во имя Желудя, да? Ну, он же тупой. Он просто не понимает этого. Не надо к нему так серьезно относиться. Ладно, мы говорим о мультфильме, где появились сирены. О чем речь? Четвертый ледниковый период это сносное клишированное до чесотки в носу приключение с базовыми ценностями. Но неплохим юмором и под пива с мультфильм способен повеселить. Правда, оригинал стремился не к этому, что очень печально, поэтому все расскажу мэйби. Тем не менее, континентальный дрейф собирает почти 900 миллионов долларов. Попутно. Меньше на 11 лямов, я так понял, да? Букет недовольств от критиков. Ну и, казалось бы, стоило свернуть лавочку, да? Короче, все самое веселое, только впереди, ну... Ну, люди не знают, куда остановиться надо. Слишком жадные, так сказать. Для начала немного эпика. Так, что же называется эпик? Эпик. А, это так называется? Крис Уэйдж без дел не сидел. Я вообще не слышал про этот мульт. Абсолютно ничего. Ведь у студии зарождалась идея сделать мультипликационную, эпическую историю. И именно поэтому на горизонте появилась известная книга американского детского писателя Уильяма Джойса. Лифмены и добрые, смелые жуки. Не знаю такого писателя, не знаю такую книгу, не знаю такой фильм. Бывает. Главная история о маленьких лесных человечках, сражающихся между собой в... Это же просто Артур и Мини Путы. Тут то же самое, да? В далеком лесу истории был большой потенциал, и даже Пиксар интересовались. Но Блю Скай оставили проект себе. Как ж отчаянно Фоксы пытались это продать. Названия Лифмена переименовались на более помпез... Эпик. На эпик. В пресс-материалах проект называли смесью дюймовочки аватара и звездных войн, что Крису Уэйджу категорически не нравилось. Что-то как-то много всего крутого, да? Выделили на это добро 100 миллионов долларов. О, уже какой-то бюджет. Вот типа, смотрите, они зарабатывают на ледниковом периоде 888 лямов, а нормальный бюджет они могут выделить. Что-то странное они... Ну а тут уж извините, раз назвались эпическим произведением, то будьте добры поддерживать эту иллюзию. Не знаю, мне здесь анимация лиц как-то не очень нравится, я про этот мультик ничего не слышал, поэтому даже не очень-очень смотрю. Ультимирам с порога вещают нам о нужности добра и равновесия силы. Ведь если это важно и для крочного народа, так для большого и подавно. Перед нами классическая история о скромной девушке, которая стала избранной и случайно попала Клиффменом. Она должна вас... Как она маленькая стала? Встановить равновесие силы, но случайности не случайны и бла-бла-бла-бла-бла. С эпиком у меня не задалось с самого начала. В первую очередь из-за дизайна персонажа. Ну да, как-то мне вот не очень они дрожны нравятся. Меня отталкивает этот батёк с маленькими глазами. Главная героиня не менее странная леди, у которой будто аллергия ей постоянно хочется чихнуть. Даже главный принц-бунтарь. Любовное вожделение Мэри. Ну вот зуб даю, этот козёл сбежал из Рапунцеля ещё. Да, только стал посстрашнее. Эти слезняки, фу, непонятно... Ой, такая маленькая, миленькая киса. Мотивация злодея, то он любит сына, то не любит. Семейные разборки Мэри с отцом. Хочет ли Мэри быть избранной или не хочет? Всё это начинает воистину утомлять. Перед нами самая классическая форма повествования, только с поправкой на то, что мы имеем помпезную, действительно красивую обёртку. Мир лифменов завораживает. Приятные зеленоватые оттенки музыка и детализация могут произвести впечатление. В нём чувствуется бюджет и старание. Жаль, что вольные отклонения от книги скатили стандартный голливудский штамп по оценке Семьи. Интересно, Чак читал книгу, просто так говорит, вольные отклонения. Может быть, книга вообще как говном была, и мульт стал лучше. Но я типа ничего не утверждаю, я вообще первый раз слышу про эту книгу и про эту книгу и про эту книгу. Не сложился у меня судьба с этим мультфильмом. Такой натужный эпик утомляет, и я скажу, мэйби, пусть многие будут не судьбы. Натужный эпик в эпике утомляет. Согласны, но ни одного меня оттолкнули эти образы. В прокате мультфильм собирает... О, вообще не окупился. 268 миллионов, бюджет окупается, но что... Да не окупается он, точно никакой эпической франшизой не пахло. Именно поэтому стоило обратить внимание на другую, более потенциально прибыльную франшизу. Какую? А, ой. Рио, да? Рио 2. Сиквел после успеха первой части был неизбежен. Даже выделили на это дело 103 миллиона... Ура! Всё! Всё, больше и больше! Слушайте, у нас был самый дорогой мультик 100 миллионов. Надо ещё дороже сделать. Давай 103. Я не знаю, ну типа, ну 110, да? Почему 103? Но было две проблемы. Во-первых, сценарист оригинала Дон Раймер скончался до начала производства сиквела. А во-вторых, чё вы там продолжать-то собрались? Финал первой части ставит жирную точку. Голубчик находит любовь в своей жизни. У них рождаются три прелестных попугайчика, все танцуют и все счастливы. Всё! Ну какая разница, типа, были они в Красной книге в вымирании, да, эти попугайчики? Из-за того, что они родили трёх других попугайчиков? Явно они из Красной книги не уйдут и всё равно будут на грани вымирания, поэтому... Надо раздеба... 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 Что ещё делать-то? Но Карлос Салдана смог симпровизировать и придумать замес. Оказывается, они не последние голубые ары. В Амазоне скрывается целый вид и наше семейство решает отправиться туда. Злая ирония заключается в том, что это полностью убивает конфликт оригинала. Ведь они были вымирающим видом и должны были... Ну, в любом случае... Ну, сколько там их? Штук 500? Это в любом случае вымирающий вид. И продолжить рота в итоге всё это напрасно. Более того, конфликт продолжения вообще нулевой, ведь накануне ничего не стоит. Нашли бы они своих сородичей? Не нашли ни... На самом деле, вот я не понимаю, зачем их искать. К тому же, они ищут с людьми, да, вот они их нашли. Об этом узнали два человека, потом узнали об этом много людей, и люди туда пришли и начали бы их, наверное, как-нибудь приручать и из-за этого истреблять, поэтому лучше, чтобы о них никто не знал и они продолжали там размножаться. Ничего бы глобально от этого не изменилось. Они даже вернули злую птицу к кокоду из первой части. Зачем? Зачем? Он будет заниматься мстить за своё унижение, но ведь он даже летать разучился. Ничего лучше не могли придумать. За музыкальный... Ну, он реально злюка какая-то. Немера с лягушкой, конечно, спасибо, на сомнение меньше не стало. Приплетело ма... Что это было? На зонку начинается лайтовая версия Мадагаскара 2. Только здесь у нас жемчужинка находит свою семью. Голубчик так же боится сказать тестю, что он городской и, разумеется, за ширмой скрывается. А, оказывается, у него вообще даже семья была, типа, ну, мама-папа и они живы? Прикольно. Мнимый конкурент. Даже локальные состязания завезли. Только здесь это не имеет никакого веса. Голубчик, вот ты дебильчик. Зачем ты ревнуешь? Она тебе трёх детей родила. Какие тут могут быть сомнения? Не, ну, сомнения бывают частенько. Разумеется, это приводит нас к классической зелёной развязке. О, как я и сказал, типа, люди пришли и начали уничтожить. И не вырубайте леса, пожалуйста, браконьерство это плохо, окей? Да. Скажите это браконьерам. Чем способен привлечь к себе вторую Рио? Ну, по сути, это жвачка, которую идеально включить детям на задний фон. Он безумно яркий, всё такой же красивый, не менее музыкальный и только из-за ваших милых ярких мордах, я говорю. Ой, какая милая. Кто сказать сиквелум Мэйби? Свои оправданные 500 миллионов долларов были собраны. Студия анонсировала Ну, неплохо. А, окупился. Было ещё два продолжения. И ни одного не вышло, да? Один спин-офф и мультсериал. Нихрена себе, куда так много? Вопроски. У вас так много этих, что ли, идей? Я что-то в этом сомневаюсь. Вселенная Рио поднималась ещё в 2019 году, но недавние печальные события, связанные с закрытием студии, зарубили планы на корню. И не сказать, что я был очень расстроен по этому поводу, а впереди был очень любопытный проект. Ну-ка, какой? Снупи мелочь пузатая в кино. Очень внезапно. А, у нас в Комикс, кстати, выпускали Работа для Блю Скай. Я, честно, даже не знал то, что есть по моему мультику. Чарли Браун и его собачка Снупи. Я вообще сначала подумал, что это речь идёт про того мелкого Шкета из Нупы Годи, ну там маленькая собачка, но я не помню, какой её зовут, почему-то я сначала о ней подумал. Она же знаковая, которая уже курсирует в масс-медиа более 60 лет. Все знают их образы, но не все видели мультфильмы. Помню, даже когда я был маленьким, в Макдональдсе регулярно давали в подарок этих ребят в Хэппи Миль. Не видел. Но я знаю то, что у нас на русском языке несколько комиксов, по-моему, по нему издавали. Последняя работа на экранах про Снупи выходила в 2006 году, через 6 лет после смерти создателя Чарльза Шульца. Новый полный метр курировал уже его сын Крайк Шульц. И для него это был проект мечты, ведь было категорически важно сделать фильм к 65-летию комикса и 50-летию оригинальному мультфильму. Работа велась более 8 лет, а режиссером вновь выступил Стив Маркино. Бюджет был выделен 90 миллионов долларов. Ну, внушительный бюджет на самом деле. И да, я говорил, что типа меньше ста это мало, но для такой рисовки вот что-то какое-то очень внушительное. Она выглядит как-то немного странно, нет? Для 90 миллионов. В итоге получилась очаровательная и максимально простая история о малыше Чарли, который очень хотел понравиться рожеволосой девочке, но у него фига себе он весь красный стал. Все валится из рук и все это под соусом приятная анимация а-ля стоп-моушн. С горой снега с приятнейшим саундтреком на пианино, песнями, одна из которых даже завирусилась в ТикТоке. И конечно же главными героями, которые они до... Ну, не знаю, что-то мне абсолютно не хочется его смотреть как-то, ну, не тянет. Нелепые, минималистичные. А сам Снупи издает веселые звуки и веселит детишек. Даже меня. Такой звук. Попытки. С Чарли Брауну понравятся девушке очаровательные. Он и учится танцевать и решать за выходные про ч... Там, он, анимация была вот эта черно-белая немножечко, похожа очень на рекламу Рэдбула. Встать войну и мир, Мил называя автора Тигр толстый. И все это перемешивается с фантазиями Снупи, где он в будке воюет в воздухе. Каждый кадр как идеальная зарисовка для комикса. И в итоге мы имеем ультра-наивную историю о простых подростковых проблемах, которая рассказана не менее простым и бытовым языком. Не затянуто, красиво, лампово и приятно. Люблю такие креативные заходы, я скажу yes. Картина окупает свой бюджет, хотя, конечно же, ультра-хитом не становится. Уж слишком узкий профиль у Чарли Брауна и его друзей. Ну, он просто и выглядит немного не для всех, так сказать. Вот я не очень хочу... Зато мультфильм получает несколько престижных номинаций, включая премию Энни. И по словам Крэпа Шульца, они обязательно вернутся в этот мир через полнометражный сиквел или одноимённый мультсиль. Не так и не вернулись, да? Только на это уйдёт ни год и ни два. Побыла в... А, всё-таки вернулись. В арбовом мире Снупи самое время спуститься с небес на землю и нырнуть в бездну. В ледниковую бездну. Да ладно, уже пятая часть? Ледниковый период. Столкновение неизбежно. А да ладно, пятая вышла так давно? Я думал, он совсем недавно был. Ну вот это уже просто ходячий балаган. То, что не должно было увидеть белый свет. Все оригинальные режиссёры срезались проект. А постановщиком выступил режиссёр Снупи. А почему срезались? Им предлагали или просто, как, не знаю? Тех прошлых короткометражек про Скрэта Марк Термайер выделил... Ну и... 2 миллиона всё больше, чем предыдущий рекордсмен. Ну и вот чувака поставили, который снимал до этого короткометражки со Скрэтом и поэтому, скорее всего, там в мультике были чисто гэги, да? Насколько я понимаю. ...лили 105 миллионов долларов и напридумывали сумасшествий с космосом, новым катаклизмом в виде метеорита, который должен убить всё живое. Так ещё и добили это максимально дурацким маркетингом. Так, например, мы имеем постеры, где Мэнни впечатывается с жопой об лёд с подписью Kiss your eyes goodbye. Ох... То, что... Какая-то дичь. ...то Скрэт отправляется в космос на летающей тарелке это финальный аккорд того, что идея и здравый смысл полностью растерян. Скрэт в космосе создаёт большой взрыв. Если вдуматься, то это полный ахтунг. Но помимо страшных астероидов разворачивается... Большой взрыв был создан до того, как появилась планета, поэтому вряд ли Скрэт мог что-то сделать подобное. Ты ещё и ботовуха среди наших героев. Проблема отцов и детей. Ну... Прикольно. Тут белка летает в космос на летающей тарелке, а у вас ботовуха до сих пор на первом плане. Помните, как мы это хаваем в четвёртой части? Так давайте похаваем ещё раз! Мы ж боимся, что должен быть с идиотом с женишком из стаи. Прекрасно! А что дальше? Мэнни забудет о годовщине свадьбы с Элли? Так. Забыл, прикиньте! Боже, вы да... Офигеть. Не старайтесь. Сид опять мечтает о девушке. Тигры хотят детей. Я сейчас мхом буду откашливаться. А вдруг ледниковый период сможет удивить нас юмором? Ну-ка. на аватарке ты куда красивее, чем в жизни. Да какой аватарке ты о чём? В принципе, нет. Какой нахер аватарке вы в ледниковом периоде, а? Я тоже не понял, какой ты бред. Тружинки скрыты, я вообще молчу. Они полностью потеряли все связи с реальностью. Сдохни, просто сдохни. Какой ты добрый. И дальше начинаются невероятные... Нет, путешествия к упавшему митянину. Персонажей теперь настолько много, что они в кадр не помещаются. Что нужно сделать? Да это же мсители! Как это? Общий сбор? Правильно, ещё вернуть бака до кучи. Нам же его еще только не хватало. Его 4 часа не было. А где крот? Не выдержал френдзона от персика. Крот? Он больше похож на ежера. Может, еще врагов занесете? Они вправду их занесли. Три мелких летающих динозавра. Они похожи больше на попугаев из Рио. Вы смеетесь? Зачем они тут вообще нужны? Причем они прекрасно слышали историю про астероид, который должен уничтожить все живое. Зачем так догнаться за баком? Ответ есть. Он убьет ласку и всех остальных, пока мы будем безмитерно парить в небе. Ха-ха-ха, наивный. Мне кажется, тут сценаристы даже сами не смогли нормально объяснить этот гениальный план. Может быть, есть невероятные приключения? Да нет, мы первый час просто идем по прямой дороге, знакомимся, сремимся по пути, находим метеорит и видим бесячих молодых зверей. Мир астероида скудный и нужен только для того, чтобы закрыть гештальт и найти девушку Сидуа. По итогу герои у нас как сраные физики-ядерщики отмагничивают астероид и все ща... Нифига себе, он прям в... вплотную пролетел к земле и улетел. Ха-ха-ха, гениально. Красный, прекрасный, поют и танцуют, даже динозавры решили помочь главным героям, а белка там между телом загеноцидила Марс. Ха, приколи... А поэтому он такой скоростный в целом от пятой части веет феерическим унынием. Даже тусклая цветовая гамма символизирует не менее феерический закат франшизы. Тут... Ну, я не знаю насчет тусклой цветовой гаммы, по крайней мере, вот они там приходили куда-то в метеорит какой-то, там было прям очень... Нет как таковых приключений. Повествование разрывается от количества персонажей. Шутки плоские и глупые. Ледниковый период оказался в тупике и полный... Где она одежду дела? ...испоганил франшизу, превратив ее в заунывную папсу. Уж извиняйте, но я скажу пятой части ноу. По-моему, это первое ноу за все мультики Блюскайки. Печальное дерьмо получилось. Конвейер пронюхали все и пятая часть еле-еле собирают 400 миллионов. Больше, чем в два раза меньше. Ну, теперь явно она закрывает. И разумеется, после этого Ледниковый период уже окончательно отправился на покой. Ну, почти. До сих пор... Да, потому что там вот недавно выходил например сериалчик. Поговаривают о спинфоке. Да не поговаривают, он вот вышел. Ледниковый период приключения Бака. Нас сомневаюсь, что в ближайшее время этот релиз состоится. Состоялся. Через год после ролика И что делать дальше? Тойная корова мертва, как импровизировать? Ну и это ознаменовалось парой неплохих, но совершенно неприбыльных проекта. Ну-ка, что там за проекты? Фердинанд. Ой, про это я слышал. И возможно даже смотрел, не помню. Еще в 2011 году студия приобрела права на детскую книгу История Фердинанда Монро Лифа. История часто курировалась в масс-медиа. Есть даже классная короткометражка от Дисней 1938 года. И по сути перед нами полноценный период. 38-й год, блин, выглядит красиво. Осмысление за 111 миллионов долларов. Нет, наверное, все-таки я не смотрел его. О, еще дороже стал. Снятое вновь под руководством Карлса Салдара. Ну и разумеется, нам рассказывает историю о Фердинанде. Милашке, который вырос в огромную махину. И общество намекает, что он должен отправиться на бои и меситься с быками и терреадорами. А он это... А он-то и не хочет, бедняга, зачем? Он же мягкотел. То он не хочет. Он вырос в любви и по совершенной случайности оказывается на ранчо, где он провел свое детство и где его отца отправили на бойню. Звучит мрачновато, и это имеет место быть. Фердинанд поднимает тему гуманизма. Можно ли стать чемпионом без драк? И стоит ли становиться суровее, когда жизнь и обстоятельства принуждают тебя к этому? Ну, явно придется, потому что если не станешь суровее, то закончишь очень плохо. В итоге перед Фердинандом встает суровая дилемма. Вопреки своим принципам, он должен выйти на бой и показать свое превосходство. Иначе его отправят на бойню так же, как и у отца. Для детского мультфильма это... Сильный конфликт. Сквозь милый его рот, кривляния козы, появляется осознание, что создатели не боятся поднимать тему круговорота жестокости в природе. И к чему это может привести? Ну, интересно на самом деле задумка, даже может быть гляну. Даже отлично показали на примере быка-антагониста, который из-за своей занощивости ломает рог в бою и того тоже увозит на бой. Капец, типа его просто громко. Фердинанд пытается нам сказать, что сила кроется не в горе мускулов. Главное это сила духа. Когда в конце на арене наш герой Терраадор просто смотрит друг на друга без слов и шуток, это работает. Фердинанд может в мгновение замолчать, это здорово. Мне понравилась эта работа. Она в миру серьёзная, в миру весёлая, красочная, яркая, динамичная драйв... Вот интересно, как там прошёл финальный бой? Он грохнул Терраадора или они пожали друг другу руки и разошлись? Особенно финальная погоня. И авторам было что сказать. И это чувствуется. Солдан обложил эту работу душу, и я скажу ей yes. Историю высоко оценили критики. Работа даже получила номинацию на Оскар. Но в плане сборов как-то в Голливуде срослась такая тенденция, что истории быков и коров никогда не были кассово успешными. Серьёзно, что ли? А какие ещё примеры были? Поэтому Фердинанд прошёл тихонько мимо массового зрителя. Ну и мимо меня. Сборы 296 миллионов. Ммм... Да. Почти окупился, но не окупился. Ещё чуть-чуть оставалось. Цифра неплохая, но явно не способная вытащить студию из простоя. И вот на горизонте курсирует финальная попытка Блю Скай, но, увы, неудачная. Таааак. Камуфляж и шпионаж. А, чё-то я слышал про это. Студия решила сделать заход на блокбастер. А шо такое? Ну да, я вроде слышал про этот мульт, но не смотрел тоже, как обычно. Камуфляж и право. История о шпионах, звёздной касте. Да, не смотрел 100%. Холланд и Уилл Смит, и всё это за 100 миллионов долларов. Вдохновением для авторов послужил... Хе-хе, подожди, это Медведев. Ха-ха-ха, прям, ну копия, не? ...любительская короткометражка «Невозможный голубь...» Вот это всё прям как будто миссия импотел. ...2009 года, где агент разведки 6 минут тусует с голубем. Собственно, наша история рассказана в такой же абсурдистской манере. Его пускать в розыск, и тот, благодаря мальчику задрот, становится против своей воли голубем, причём довольно криповым способом. Ого, смотри. Как это возродить? Собственно, весь мультфильм построен на крайностях и клишеях. Крутое в дуэте с мямлей и задротами. Разумеется, наш герой поймёт, неважно, кто ты человек или голубь, я же главный, чтоб шишка не подводила к... Ха-ха-ха, голубина. Чао, мультфильм нормальный. Чём он реально хорош, так это в драйве. Экшен отличный. У неё великолепный пролог и не менее великолепная заставка с закосом под бондо. А экшен с ломо, как отдельный вид искусства. Чём шпионаж может... Как будто понюхал, да? Проражать, так это странным и туалетным юмором. Например, я узнал, что голуби суты срут через одно место. А, да? Я не знал. Спасибо. Хе-хе-хе, теперь я узнал, что-то новенькое. Интересная информация, но... Хе-хе, я не хотел, конечно, об этом узнавать, но... Я думаю, как-нибудь и без неё смогу прожить. Злодей скучный за бельяк, обиженный на весь мир с армией дронов. Как же достали эти дроны. И мультфильм не стебёт шпионские клише, он сам в состоянии в них завязнуть. Как-то вот не запал мне в душу этот конфликт, потому что я никогда и не был фанатом шпионских картин. Не, я очень люблю шпионские фильмы. Не знаю, прям нравится. И поэтому не смог ей проникнуться в полной мере. Хотя краски, драки и взрывы на месте, и на том спасибо. А скажу работе мэйби. Забавно, что ещё до пандемии... Хоть фильмы я люблю шпионские, но этот мультик как-то не тянет пока смотреть. ...фильм успел пробежаться в большом прокате и с треском обсирается, собирая 170 миллионов долларов. Что было? Мало вообще, прям очень мало. Двольно позорно. И такими цифрами точно не будешь кичиться перед Диснеем. Ведь опа-на! В 2019 году всех ошарашивает новость, что машинный дом выкуп... А, всё-таки в 2019 году, уже с три года назад. ...под все права и активы студии Фокс. Следовательно, и Блю Скай стали собственностью Диснея. В разработке было ещё два оригин... Не мода, не знаю, что за не мода. ...ну полных метр. План был Наполеонов. Где два, там же один был, а бак это не полный метр. На своём сайте ребят заявили следующее. Мы прошли долгий путь от скромного однокомнатного офиса с тремя компьютерами. Но у нас до сих пор осталось желание рассказывать захватывающие истории. Лучшие главы ещё впереди, и нам не терпится оживить. А Дисней сделали... А! Вот так, да? Через песюду кинули и сказали... Хе-хе-хе, хер вам, отдыхайте. В отпуск вас без времен и отправляем, да? И не оживили. Дисней посмотрели на активность и прибыльность студии, такие... Ооо... Ну это жалко на самом деле. Вот Дисней со своими деньгами могли бы просто... Дать им хороших сценаристов, большие деньги, и они бы сняли, может быть, какую-нибудь конфетку. Зачем вот так вот брать и закрывать? До свидания, ребята. Жалко, конечно, очень. В феврале этого года студия была официально закрыта, и это грустно. За 18 лет существования они выпустили всего лишь 13 полных метров. Ну, это прям очень мало, если честно, для студии. А значит, они пытались работать не на скорость, а на качество. Но потом смотришь на Рео 2 и 5-й Ледниковый период, который сам себя загнал в тупик, и понимаешь, что это очень неоднозначная студия. Со своими проколами и со своими успехами. Ну, вот чего... Но зато начальные мультики были неплохие. Точно не стоило делать, так это так рано умирать. Эти... Как будто они виноваты, камон, Дисней сам сделал. Ребята прошли слишком длинный путь, чтобы все заканчивалось так нелепо, быстро и неоднозначно. Согласен полностью, но я надеюсь, что хотя бы какие-нибудь франшизы, может быть, Дисней подцепит. И сделает что-нибудь по ним. Либо хотя бы возьмет создателей этой студии, даст им какую-нибудь работу, чтобы они там на Пиксаре, в Пиксаре что-нибудь сделали, либо самому в Диснее. Я думаю, это безумно больно, когда ты занимаешься делом всей своей жизни, тебе обещают золотые горы, а потом внезапно все закрывают и вышвыривают на мороз. Это прям очень грустно, если честно. Тем не менее, хочется верить, что сотрудники смогут раскидаться по другим студиям и выдавать не менее крутые проекты. Кто знает... Буду с нетерпением ждать. Или поздно, может быть, Блю Скай восстанет из пепла, но до этого надо дожить. Сейчас главное не замерзнуть в этой студии, черт возьми, как... Чё, такая холодная, что ли? Холодно. Так надо было обогреватель поставить под ноги. Видос получился, как обычно, интересным, офигенным и даже крайне душевным, потому что несколько я мультмыло смотрел у Чака, и, по-моему, это единственный, где всего лишь одно нет. Может, я, как обычно, что-то забыл, но, по-моему, всего лишь одно нет было из всех. И это прям... Ну, очень мало. Офигенно, значит, студии мультики делали. Надо попересмотреть роботов и поиграть, возможно, с вами. Вы пишите, кстати, в комментариях, стоит и пройти эту игру на стриме как-нибудь. Если будет много комментов, много просьб, обязательно поиграем. Шрековы же мы прошли, поэтому можно и роботов. Классный ролик. Огромное спасибо Чаку за контент. Огромное спасибо Русгейму за то, что попросил меня глянуть этот видосян. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать венчики с интересующей ссылочкой в описании. С вами как всегда был Reborn, спасибо за просмотр. Пока.